здравствуйте ребята сегодня у нас с вами урок географии тема урока количественные и качественные изменения на политической карте мира цель научиться анализировать количественные и качественные изменения на политической карте прежде чем мы приступим к изучению нового материала я прошу вас внимательно посмотреть на экран и подумать над таким вопросом почему на двух представленных политических картах мира изображено разное количество государств чтобы помочь вам определиться с ответом я предлагаю вам изучить тему сегодняшнего урока предлагаю вам посмотреть небольшое видео о этапах формирования политической карты мира в своем развитии политическая карта мира пережила несколько исторических эпох что позволяет говорить о существовании периодов выделяют четыре периода древний средневековый новый и новейший изменения на политической карте мира носят различный характер количественные изменения связаны с территориальными приобретениями или потерями а качественные с внутренними событиями введением новых форм государственного устроя процесс формирования политической карты мира происходил примерно несколько тысячелетий древний период от эпохи возникновения первых форм государства до пятого века нашей эры охватывает эпоху рабовладельческого строя в это время развиваются и распадаются первые государства на земле древняя греция древний египет ассирия карфаген римская империя эти государства внесли большой вклад в развитие мировой культуры средневековый период пятый пятнадцатый века эпоха феодализма в это время развивалась торговля между странами нарастало стремление к захвату территорий это время развития индийских племен появление европейских государств великобритании испании португалии средневековый период сложились огромные мировые империи византия арабский халифат которые впоследствии распались на десятки новых государств к 15 веку развитие мореплавание делает возможным организацию дальних морских экспедиций началась эпоха великих географических открытий и новый период формирования политической карты мира несколько европейских государств поделили поверхность планеты между собой на карте появились два типа стран суверенные государства и колонии часть независимых стран стали метрополиями то есть владели колониями испания португалия франция к началу двадцатого века раздел мира завершился теперь страны могли заполучить новые территории насильственным путем началась первая мировая война политическая карта переживает новейший период он не слишком продолжителен по времени но богат событиями в нем можно выделить два этапа первый связан с изменениями на карте европы распад австро-венгрии образование независимых государств чехословакии венгрии польши и так далее особенно важными оказались качественные изменения связанные с социалистической революции в россии в ее пределах возникает совсем другая страна ссср происходит раскол мира на две конкурирующие системы капиталистическую и социалистическую второй этап начался после окончания второй мировой войны с ним связано разрушение колониальной и позднее социалистической системы процесс разрушения колониальной системы принял обвальный характер за 25 лет на политической карте появилось более ста независимых государств третий период начался с 90-х годов 20 века и ознаменовался крахом коммунистической системы сначала в одно государство объединились федеративная республика германии и германская демократическая республика затем распались социалистические страны ссср югославия и чехословакия на месте ссср образовалось 15 государств в результате коренным образом изменились политические карты европы и азии таким образом в 90-х годах 20 века возникло более 20 новых стран они начали проводить собственную внутреннюю и внешнюю политику новейший этап еще не закончен произошли изменения на территории грузии и россии заявили о суверенитете южная осетия и абхазия в результате референдума крым вошел в состав россии сейчас на политической карте мира существует более двухсот стран политическая карта историко-географическое явление подверженное постоянным качественным и количественным изменениям государство мира находится в постоянном развитии которая может привести к изменению его границ формы правления и политико-административного устройства местонахождение столицы и другими изменениями как правило количественные и качественные изменения на политической карте взаимосвязаны и могут происходить одновременно количественные изменения присоединение к территории государства вновь открытых земель сейчас это практически невозможно из-за их отсутствия на земном шаре не осталось белых пятен но в прошлом особенно во время эпохи великих географических открытий эти явления были довольно распространены приобретение или потери земель после войны часто такие территории являются предметов споров между странами которые принимали участие в военных конфликтах объединение или распад государств например распад советского союза османской империи югославия югославия разделилась на 6 государств славения хорватия босния и герцеговина сербия македония черногория в 1922 году образовалось большое государство советский союз состав которого вошли 15 союзных республик в 1991 году с распадом ссср обрели государственную самостоятельность 15 господи в 1993 году из состава чехословакии вышли чехия и словакия 1990 год ознаменовался объединением германии в азии тоже происходят изменения в 1990 году еминская арабская республика и народно-демократическая республика йемен объединились в йеменскую республику передача всех прав над определенной территории по взаимному соглашению государств например 1867 году соединенные штаты америки купили аляску у россии наращивание сухопутной территории путем естественного или техногенного образования государства нидерланды сингапур япония страны персидского залива увеличили прибрежную часть в результате создания искусственных островов строительных дам и насыпи нидерланды в счет строительства системы гидротехнических сооружений и дам отвоевали у моря почти 40 процентов своей современной качественные изменения на политической карте обретение государствами независимости так сложилось с десятками бывших колониальных стран в африке азии латинской америки 2002 году восточный тимур бывшая колония индонезия получила независимость изменение государственного строя и политика территориального устройства 2008 году непал стал республикой перенос столицы главными причинами переноса столиц является перенаселенность столичных городов и связанные с этим экологические транспортные проблемы особенности занятости населения подорожание земель под застройку попытки правительства сбалансировать развитие внутренних часто отсталых в социально-экономическом плане районов для которых появление столичного города будет своеобразным толчком для дальнейшего развития так столицы были перенесены следующие государства россия турция бразилия пакистан казахстан федеративная республика германия образование и распад межгосударственных политических союзов и организаций например создание совета экономической взаимопомощи в 1949 году и ее распад в 1991 году организация объединенных наций создана в 1945 году образование ссср в 1922 году и его распад в 1991 году в конце 20 начале 21 века количественных изменений на политической карте мира происходит все меньше а качественные изменения приобретают большее значение что прежде всего связано с усилением интеграционных процессов тему политической интеграции мы будем рассматривать на следующих уроках а сейчас я предлагаю вам закрепить полученные знания выполнив следующие задания используя карту атласа и полученные знания на уроке ответьте на предложенные вопросы определите по рисунку изменения на политической карте объясните одну из причин данных изменений на политической карте определите какая региональная международная организация образовалась после данного изменения на политической карте работу выполните в тетради и представьте результат в виде обратной связи через ватсап или кунделик спасибо за урок до свидания